Мир и спокойствие это то, о чем чаще всего говорят дети Донбасса, приезжая в Беларусь на каникулы. В этот раз их принимают в Сосновом Бару. Программа у них, мало сказать, насыщенная. Сегодня они уже побывали в гимназии колледжа искусств, музей Великой Отечественной. После приехали в санаторий, обед по расписанию, бассейн и подготовка к вечернему концерту. Яркие моменты в репортаже Дарьи Рачко. То, что этот Новый год они проведут в Беларуси, не ожидал никто. Да, планы были, говорят сами сопровождающие, еще в прошлый заезд между собой обсуждали, как было бы здорово отметить праздник здесь. И мысли ведь материальны. Как ждали вести с фронта во времена Великой Отечественной. Держали оборону, сражались за свою свободу и как нацисты жестоко убивали и издевались над белорусским народом. Им сегодня рассказывали на экскурсии. Уж слишком дорого стоит независимость. И это дети понимают. В начале, когда еще не началась экскурсия, была картина там, где человек держит много детей, то ли мертвых, то ли нет. Очень хотелось плакать. Мне запомнилось там, где было здание, его разрушили и умерло 66, и выжило только два человека из всех. Здесь довольно ты проникаешься атмосферой и начинаешь как бы понимать, что происходило. Они стараются не говорить о том, что происходит дома. Приехали из самых обстреливаемых районов. Горлов, Калисичанск страшно, сложно, но в мирной Беларуси они точно знают. Их всегда принимают с теплом, окутывают любовью и заботой. Все очень нравится. Всегда хотела здесь побывать, именно в Минске. Еще с папой давно разговаривали, с мамой думаем, поехать в столицу, именно Беларуси, посмотреть. Много всего интересного. Да, здесь очень интересно и мне нравится. Нота за нотой, играя любимую композицию, Ира рада, что здесь может отвлечься. Отец на фронте живет от звонка до звонка. Страшно, когда он звонит, допустим, сегодня, обещает, что позвонит там послезавтра или через два дня. И ты сидишь, ждешь в этот день звонка, а его нет. А он звонит, допустим, через два дня еще позже. Либо же, наоборот, позвонил раньше. Если раньше, это вообще радость. Организаторы сделали все, чтобы время, которое дети проведут и здесь, было максимально продуктивным. Приехали в санаторий и сразу на обед. После – бассейн. Саша занимается плаванием уже пять лет. Выступал на городских соревнованиях. Только вот правда, последний год не до тренировок. Вода дома появляется редко, а у некоторых раз в три дня и спортивные объекты закрыты. Впечатлило гостеприимство, красоты и душевность. Мне очень нравится. Просто люблю. Очень сильно плавать. Дети уже побывали на экскурсиях по достопримечательностям столицы. Были на хоккее. Кто-то впервые. Они неустанно говорят за все спасибо. За то, что их мечты воплотились в жизнь. Участились обстрелы. Особенно Донецк и Горловка. Я думаю, об этом все знают. И буквально в тот день, когда мы выезжали, автобус выехал и начался обстрел по центру города. Начало прилетать. И автобус повели немного по другой дороге, чтобы объехать обстреливаемый район. В первых секунд, наверное, когда дети вошли в поезд, уже началась сказка. Сказка под названием «Волшебная Беларусь». Яркая, теплая, вкусная. Она с водой. Она под мирным небом. Это самое главное. А исполняют и желания благодаря масштабному проекту Союзного государства и фонда Паралимпийца Алексея Талая. Ведь так важно дарить детям веру в новогоднее чудо. Уже завтра детей ждет дельфинарий, зоопарк, кинозал. И это еще не полный список. В целом мирные новогодние каникулы продлятся по 8 января. За это время психологи, воспитатели, сопровождающие и неравнодушные белорусы сделают все, чтобы эти каникулы были наполнены только яркими, положительными эмоциями. Дарья Рачко, Дмитрий Чумак и Сергей Метвичук. Агентство теленовостей.